В собрании расширенного актива Политсовета АМЦА хороприняли участие представители оппозиционных сил, общественные деятели, депутаты Народного собрания. С основной речью выступил лидер партии Алхас Квициния. Назвать то, что происходит там, на акурации, нам не позволяет ни закон нашего государства, ни законы справедливости, которые были грубо нарушены действующей администрацией, как на протяжении всей своей деятельности за последние пяти лет, так и в ходе прошедших выборов. За действующую власть проголосовало 39 793 граждан. Это при том, что 43 268 наших граждан, внесенных в списки избирателей, вообще не пришли на голосование. Пусть никого не смущает решение Верховного суда. Этот шаг в пропасть, который некоторые судьи Верховного суда Абхазии сделали под давлением власти. На заседании Верховного суда решался не просто вопрос о легитимности прошедших выборов. По сути дела, страна сдавала экзамен на состоятельность правового государства. К сожалению, экзамен провален. Последствия этого провала еще долго будут лежать разрушительным негативом на нашем обществе и государстве. В своем выступлении депутат Народного собрания Рауль Лолуа отметил, что впереди у оппозиции сложный, но законный путь, который будет включать в себя митинги, акции и шествия. По мнению депутата, необходимо сделать анализ всех ошибок, которые были допущены за пять лет, и предложить народу реальные изменения. А лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба считает, что ближайшая задача оппозиции – это провести как можно больше своих сторонников в парламент и сделать этот орган независимым источником власти. Нужно все осмыслить и выстроить свои действия на будущее. Положительным фактором я отношусь в том, что оппозиция смогла объединить значительные силы, политические силы, которые есть в нашей стране. и все-таки показать, что идет рост политического сознания в нашем обществе. Потому что нынешняя оппозиция, в отличие от многих других факторов, которые имели место прежде, не стала идти незаконными путями, не стала ломать окна и двери, и врываться в государственные учреждения, а пошла путем, законным, конституционным, показывая пример всем другим политическим силам на будущее, что нужно добиваться своих политических целей исключительно законным, мирным путем. В завершении заседания члены актива партии Амцахара приняли резолюцию, согласно которой они не признают итоги прошедших 8 сентября в Абхазии выборов. Саиджи Арсалия, Алексей Баструков, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.